В эфире телеканала Самара ГИС, при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. На те же грабли. Ну не везет с погодой самарским коммунальщикам. Прямо черная полоса какая-то. Сами посудите. Сначала аномальный теплый ноябрь подпортил постотпускное настроение главе МП благоустройства господина Василенко. Он даже дисциплинарное взыскание слопотал за то, что убирал город не по погоде, а по календарю. Я рассказывала об этом три недели назад. А теперь вот бесснежный декабрь доставил немало неприятных минут районным чиновникам, которые в перспективе тоже могут и премии лишиться, и что похуже, на биржу труда отправиться. Разбор полетов случился на совещании в мэрии. Дмитрий Азаров имел удовольствие прогуляться вдоль трамвайных путей в Октябрьском районе. Пейзаж Азарову не понравился, о чем он и сообщил жестко и категорично. Почему мне надо в субботу поднимать департамент благоустройства, потому что до этого времени у вас не нашлось отработать и убираться там. Такого срача, как по Новосадовой, проезжая на трамвае, я не видел давно нигде. По революционной прогуляетесь от оврага подпольщиков. Новые дома стоят там, тысячи людей каждый день ездят на машине. Посмотрите, там у вас срач какой. Вы, по-моему, плохо понимаете, чем нужно в первую очередь главе района и исполняющему обязанности заниматься. Представители района администрации пытались, конечно, оправдаться. Оказывается, в таком непростом деле, как уборка, размер имеет значение. Рельсы и 80 сантиметров от них – это территория ТТУ. Но мэр призвал подчиненных не мелочиться. А когда вы это закончите? 80 сантиметров одно, 70 сантиметров другое. Ребята, вы когда это упростите все? Чтобы у нас одну улицу убирала одна организация? Мы вносим изменения в правила благоустройства и закрепим так, как мы работали в период месячный. Да вы можете не вносить изменения в правила благоустройства. Вы еще конституцию мне поправьте. Пусть зона ответственности сейчас оставляют, если вы уж их расписали. Но договорами отрегулируйте это и все дела. В чем проблема? Кто не согласен? Таковых, понятное дело, не нашлось. Придется убирать не меряя с сантиметрами. А тут, как на грех, еще и снега нет. Обыкновенные недоработки коммунальщиков до весны прикрывают сугробы. Но этой аномальной зимой их видно невооруженным глазом. И мэру, и горожанам. Она мечтала стать актрисой, но ее сцена «Самарский трамвай», а зрители-пассажиры. В суровую профессию кондуктор Антонина Бесмолкина вносит лирическую нотку. Вот уже пять лет подскрижет вагоны. Она читает свои стихи, потому как душа поэта не выносит законную прозу жизни. Давайте дружно соберемся, очистим землю всю от грязи. Мы простые с вами люди, а не какие-нибудь князи. Вот едешь, когда и сможешь, думаешь, господи, такой красивый город. Ну почему так безобразно относимся, почему? Вот сейчас смотрите, вот видите, вот это все, вот это можно все убрать. И будет красота у нас вообще. Вот эти деревья все обрезать, все аккуратненько. Я каждый раз обращаюсь в администрацию, звоню, очень неравнодушно к своему городу. Пишите в писанном виде, но как всегда у нас не доходят руки. После черного понедельника в мэрии у районных чиновников теперь дойдут не только руки, но и ноги. Коллеги, я всех прошу ходить пешком и прошу это не случайно. Не случайно. Из машины не видно. У вас машина персональная лишняя? Давайте я ее заберу, сейчас на прикол поставлю, чтобы на трамвае вы ездили и смотрели по сторонам, и вы, и глава района. Люди проезжают каждый день десятками, если не сотнями тысяч, и видят вашу работу. Видят. Для них она очевидна. После такого ускорения сидеть на месте и впрямь трудно. Да, я уже здесь второй день бегаю. К сожалению, есть мусор, который уже в землю из-за морозов врос, и очень трудно ковырять. А в остальном, вот эту всю территорию, которая была, и которой был мусор, ее подбор произвели полностью. Но ее видно, что она уже стала чистой. И у главы Октябрьского района Владимир Аборин, это ему досталось на совещание, демонстрирует работу над ошибками и объясняет, почему так получилось. Конечно, здесь должен быть один хозяин, и убирать должен один. Хотя бы было от кого спросить. А то, получается, одни не доработали, вторые поработали, третьи опять не поработали. И возникает проблема. Бросили здесь, прилетело туда. Крайние оказываются эти люди. На будущее чиновник уже сделал оргвыводы. В 2013-м говорит, будет легче следить за порядком. Район администрации вновь получит право распоряжаться деньгами, предназначенными на благоустройство. Сейчас в этой цепочке предусмотрен еще и одноименный департамент. Впрочем, поспешная генеральная уборка не освободила чиновников от еще одной неприятной обязанности. Мэр потребовал с них объяснительные и расследования. И не факт, что оно закончится только выговорами. Пить будете? Нет. А что? Вести разъяснительную работу. Может, не надо, Шурик? Я больше не буду. Нет. Надо, Федя. Надо. Мама. Разъяснительную работу на неделе начали и с теми стройфирмами, которые с первого раза не понимают. И осенью превратили свои площадки в непролазные тропы. Еще в ноябре с проверкой по стройкам проехала городская административно-техническая инспекция. Побывали на 200 объектов. 70 из них далеки от идеала. Отсутствие твердое покрытие, пункты мойки колес, прилегающие территории превратились в свалки. Самых злостных нарушителей тогда оштрафовали с указанием «Устрани замечание». Теперь вот началась повторная проверка по поручению мэра. Она-то и выявила, достучаться удалось до совести далеко не каждого коммерсанта. В течение две недели погода, вы сами видели, какая была совершенно не зимняя. Поэтому очень много магистральных улиц были приведены в очень ужасное состояние за счет того, что площадки у нас в таком безобразном состоянии. Жители домов, прилегающих к этой стройке, что в поселке Волгарь, жалуются на грязь во дворе. На прошлой неделе на застройщиков составили административный протокол. Мороз, конечно, сработал на руку коммерсантам и на этот раз штрафовать их не стали. То, что мы хотели, свои цели достигли. То есть штрафы никакие не платили? Нет, один протокол на них составлен, а штрафовали, кажется, на 2 или на 3 тысячи, не помню. Такие смехотворные штрафы строительных боссов не способны напугать. Поэтому инспекторов на объектах обыкновенно встречают спокойно, и грязи на площадке относятся философски. Назвязаться труда такая. На стройке, по-моему, везде так. Да, либо что. Я пока так еще не встречал. Но в мэрии решительно в своем намерении воспитать любовь к порядку у нечистоплотных строителей и грозят ужесточением санкций. Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были? Нет, пока еще ни одного не было. Будут? Пошли. Штрафную планку для нарушителей поднимут до 350 тысяч рублей. Законодательная инициатива уже отправлена в губернский парламент. Ну а если наказание рублем не поможет, в мэрии готовы пойти и на крайние меры, вплоть до отзыва разрешения на строительство. Пожалуйста, невзирая на название компании, невзирая на фамилии, и не наказывайте мне стрелочников, бригадиров, начальников участка до самых первых руководителей. До самых первых руководителей, несмотря на их должности, регалии, депутатский статус некоторых застройщиков. За бронзовели. Ну и напоследок предлагаю поговорить о приятном. О той, как метко выразились на неделе в соцсетях скульптурной лихорадки, которая захватила город и от которой, надеюсь, он не скоро вылечится. Оргкомитет «Культурная Самара» именно ему, областная столица, и обязана памятным заражением провел последнее в этом году заседание, на котором подвели итоги и поспорили о будущем. Самара, ранее не избалованной городской скульптурой, в сравнении с теми же соседями, Казани и Нижним, в 2012-м приобрела сразу три новых арт-объекта. Дамы с ракеткой в сквере Пушкина и культовых персонажей советской киноклассики Юрия Деточкина, который ныне приветствует прохожих на Комсомольской площади, и красноармейца Сухова, который, наконец, дошел до Самары, куда к незабвенной супруге своей шел еще со времен Гражданской войны. А теперь вот сам ждет Екатерину Матвеевну и обещает в будущем году дождется, как и честного таможника Павла Верещагина. Место выбрали не случайно. На улице Некрасовской родился сценарист фильма «Белое солнце в пустыне» Валентин Ежов. Эти новые бронзовые символы Самары, которые будут конкурировать с привычным Паниковским, неожиданно спровоцировали жаркие дебаты. Кто бы мог подумать, что, в общем-то, рядовое явление, городская скульптура способна так перевозбудить отдельных деятелей. Невинные извояния превратились просто в камень преткновения. И поставили их не там, где надо, и увековечивают они память не тех, кого следует. Но все не так. При этом в полу споров отчего-то упускается одна важная деталь. Скульптуры, которым, уверена, не зарастет туристическая тропа, налогоплательщикам не стоили ни копейки. И это щедрый жест от бизнеса. По мне, так прекрасно, что коммерсанты, наконец, научились делать такие подарки. Они преподносят городу сюрпризы в виде срубленных елей и ларьков. Список презентов вышеперечисленными скульптурами не ограничится. В разработке более десятка проектов. Среди них и композиция «Оленький цветочек», которая, по сути, станет памятником семейству Аксаковых, писателю, его сыну, самарскому губернатору и внучке, ради которой сказка сочинялась. Ее автор, скульптор Иван Мельников показал мне, как будет выглядеть памятник. Это называется семья Аксаковых, диалог такой. И, на мой взгляд, я и ставил такую задачу перед собой, сделать диалог между дедушкой и внучкой. Когда внучка сорвала цветочки, он стал ей рассказывать, что цветочки живые и все прочее. И здесь родилась, наверное, сказка, зарождение сказки «Оленький цветочек». На оргкомитете «Культурная Самара» решили, что композицию эту поставят на месте бывшего дома Аксаковых. На пересечении Фрунзе и Красноармейской заодно и сквер приведут в порядок. Отреставрировать в будущем году намерено также памятник Кирову, Маяковскому. Скульптуру поэта «Не пощадили вандалы» и стелла, установленную в честь расстрелянных в 1918 году борцов за дело революции. В планах и появление новых памятников – «Маленькому токарю на аллее трудовой славы» и «Основателю Самары» князю Григорию Засекину. Именно по поводу отсутствия в городе этого памятника и было больше всего копия сломана, когда речь шла об установке бронзовых киногероев. Мэр заявил, на Засекина деньги в бюджете уже заложены. Всему свой черед. Просто людям важно объяснять, потому что вы видите, что есть те или иные политические деятели, либо люди, которые себя таковыми считают, не чувствуя при этом ответственности, которые пытаются так или иначе спекулировать на мнение людей в отношении нашей работы. Памятник Засекина споров на оргкомитете «Культурная Самара» не вызвал, чего не скажешь о других проектах. Так автора макета «Золотого рубля» Сергея Саркаумова заподозрили чуть ли не в плагиасе. Несколько лет назад в Димитрограде уже установили памятник «Рублю». Вот уж действительно, найди 10 отличий с «Самарским прожектом». Но его автор уверяет, так и было задумано. Вы памятники Евро все видели? В основе одна вот эта композиция буквенная. Основа там сохранена кругом. Там нет, чтобы один был в виде змеи, а другой в виде медведя. Вот, на что вы намекаете? Я не вижу отличий от Димитроградского памятника. А у вас он есть под руками? Да, я вот его открываю. Ну, посмотрите, какой там силуэт этого буквы. Я не вижу разницы. Вы знаете, это вариант... Нет, ну, правильно, там две буквы. Это вариант Гавриле Ада. Знаете, служил Гавриле Хлебопеком, служил Гавриле Дровосеком. Стоп, хорошо, господа. Это чистый плагиат. По поводу рубля приняли Соломоново решение. Отправили на доработку с привязкой к местности. Этот символ члены оргкомитета посчитали уместным рядом с каким-нибудь банком, а не на Ленинградской, как предлагает автор. Дискуссия разгорелась и по поводу реконструкции бара на дне, который предполагает установку фигуры Бондаря. Так в старину называли ремесленников, вделывающих бочки. О чем только не спорили. Должен ли Бондарь быть похож на Альфреда фон Вакана и даже о том, сколько кружек должно стоять на его бочке. Не кажется ли, уважаемые члены комитета, что данный памятник будет популяризировать антисанитарию в Самаре? То есть, что он предлагает? Бочка довольно большая. Один человек выпить ее не в состоянии. Кружка одна. Предполагается, что все, кто будет пить из этой бочки, будут пить из одной кружки. Григорий Владимирович, а вам не кажется, что мы популяризируем пивную алкоголизацию? Нет, нет, не нормально. Вот это нормально. Жигуревское пиво, Самара, это нормально, это бренд города. Здесь кружка, но она одна. Может, можно где-нибудь повесить рядом или поставить несколько кружек? Ну и самые неожиданные, пожалуй, претензии прозвучали к идее установки скульптурной композиции под названием «Стенька. Разень бросает персидскую книжну за борт». В ней усмотрели и символ сексизма, и чуть ли не, прости господи, педофилии. Княжна-то была несовершеннолетняя. Депутат Александр Хинштейн призвал собравшихся не искать черную кошку в темной комнате. При всем моем отношении к истории, ко всему, и к тому, что мы будем делать памятник Засекину, например, из-за чего постоянно шла дискуссия, я вам сильно сомневаюсь, скажу, что памятник Засекину стал бы информационным поводом для программы «Время». А вот памятник Стеньки Разеной княжне станет таковым. Потому что это то, что интересно. Потому что песни «Из-за острова Настрежня», Алла Сергеевна, поются по всей России, далеко за ее пределами. И когда мы поем «Из-за острова Настрежня», поверьте мне, понятие сексизма, а уж тем более педофилии, связанное с гомосексуализмом, нами поющими точно никак не усматривается. Вопросы есть? Вопросов нет. Ну вот на этой лирической ноте предлагаю на сегодня закончить. Прощаюсь с вами на неделе. Удачи, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин